Всем привет! На обзоре у нас сегодня сушка семян в быстром режиме реального времени у нас вчера буквально был разбор сорта бараний рог вот семена как раз наши вот уже готовые вот наши семечки от бараньего рога которые по просьбе одного хорошего человека вот направиться к нему вот тут их очень много опять же тут уже все сухое вот все семена процеженные то есть которые были которые всплыли я их ликвидировал а то что вот осталось тут их порядка я не знаю сколько ну короче их тут нормально вот все эти семена пойдут к человеку вот пускай сажает радуется и да и тем более глаз радовать будут при правильном ходе все будет замечательно вот поэтому откладываем вот такой вот контейнер вот это что касаемо именно перца бараний рог вот я откладываю сейчас следующее у нас на обозрение будет кто у нас виноград для более подробной информации как бы в одном из роликов я расскажу что это конкретно сорт чем его едят как его едят он горсть у него очень большая сантиметров наверно до 30 вот но у всех по разному шириной сантиметров до 10 вот они мелкие сам сорт винограда очень мелкий вот но очень сладкий вот и бы недавно ушел горточку увидел прям понравилось решил отобрать себе буду в следующем году сажать вот что конечно опять же такой цвет товарищи разные семена мелкие но здесь короче если все правильно сделать можно замечать не виноградник прямо себя посадить из того что есть хотя принципе одной правильно пророщенные семечки винограда хватает на то чтобы через два три года уже был обширный виноградник вот но опять же правильно обрезать правильно сделать подвязку ну и сделать правильное направление ну и конечно правильно удобрить точнее вовремя вот это что касаемо конкретно винограда вот следующем на обзоре скорее всего будет у нас террорист если я правильно а нет а вот это как и было этот флокс вот он красавец сушка у меня было как я рассказывал то есть я запихиваю это все бумагу сухой уже шелушится вот что желтая она уже отваливается само по себе отрезка не слышно было наверно вот он отваливается вот и вот тут уже находятся скажем так готовые семечки вот они сейчас еще больше вот тут уже лежат семечки в этих животных коробочках они начинают взорваться поэтому как бы особо заморачиваться долго не будем я думаю дней на 5 на 7 я еще закину его наверх при этом с трубой и прошу подметить при сушке семян в большом количестве когда вот происходит такая вот процедура сворачивания если допустим температура труб слишком жарко делается так ну то есть имеется ввиду первый слой вот накидывается потом накидывается второй слой бумажным скотчем склеиваем вот и делаю пару дырочек чтобы они дышали вот потому что вот у меня там надо в ближайшее время еще собрать локсов семян опять же по просьбам людей вот такая вот история если же температура у трубы не очень жаркая но трубы у котла там кто как где сушится кто потому что сейчас холода как бы вот в принципе пяти дней вполне хватает это прямо на окончательную все сохнет все красиво все замечательно без лишних действий вот и кто бы что не сказал что так делается все прекрасно делается все прекрасно растет результат грубо говоря вот это что касаемо именно локса а вот он наш долгожданный 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 хмель сегодня мы будем его уже конкретно разбирать на семена тут семян много все внизу вот они уже все желтенькие какие должны быть это я в следующем году посажу своих интересах как я и рассказывал вот поэтому ребята как говорится это свое дело остатки я оставлю на эксперимент именно на эксперимент и попробую ближайшее время сварить домашнее пиво ничего военного в принципе нет вот буду делать без дрожжей что было естественно вот то есть без примесей может быть добавлен туда еще что-то типа листья смородины для более ароматного но как бы если надо быть потом запишу как делать домашнее пиво на основании хмель с привкусом смородины черные вот такая вот фруктовая история получается потому что за одно время я делал пол не знаю мне понравилось вот а там уже дело как кто-то хочет тоже будет делать хочет также или манчелло дело но это все других ролики вот что могу еще конкретно добавить по поводу хмеля хмель это касаемо вот тех вот видео того видео которое было если не сделать дырку вот бумаги здесь подвести вот просто на мне с той стороны вот то запах который вот этот липулин находится в нем он начинает рассеиваться и во рту появляется определенная горечь вот просто он вот это все то что там показывал она у меня хранилась в ванной на котле вот как бы все засохло дырочка у меня есть просто это знаю потому что я нечто подобное делал года два назад вот на именно я сильно не собираю просто собираю хмель для человека но приезжал гости вот потом что еще могу добавить одна из основных информации касаемо сушки главное не пересушить и главное не запустить сырость запустишь сырость все будет очень печально поэтому ребята старайтесь старайтесь чтоб все было нормально и если опять же любите свое дело то любом случае вы это не запустите поэтому вот сегодня такой краткий обзор был вот сейчас я еще кое-что добавлю из того что получилось так у нас они ролик получился мы вернулись немножко назад то что в моих бутылочках баночках растет вот первая часть видео было сейчас запишу 2 вот обычно вторая часть видео с чего начну магазине закупаются вот такие zip пакеты они везде стоят по-разному но среднем вот такие может быть 50 60 там 100 штук что делать сейчас покажу на таком примере показать здесь нет разберется сюда просыпается просеянная земля как я показывал это на примерно от объема банки надо будет не банки на бутылке там чего-то еще это лайфхак ребята что вы коробочки формочки не пачкали вот что-то еще что еще делается вот так сажается показываю на скотче такая вот история то есть но я думаю это все одевается сажается семечко сюда вот и туда уже как бы сверху посыпается легкой не прессованный сегодня на обозреве у нас результаты всхода льна как он себя повел вот такая красота посмотрите пожалуйста вот тут даже видно пока у нас на улице холодно не было лепесточки направили сторону солнышко так вот это вот чудо-счастье выглядит вот что могу еще добавить по всему этому вот такой вот результат в принципе в таком результате лен уже можно кушать вот а для тех кто хочет выращивать семена как бы ну естественно надо ждать дома он тоже можно выращивать но сразу говорю объем нужен немаленький потому что лен он капризный ему что не понравится он растение будет вот так вот почему он всем своим собратьям по разуму почему-то еще скажем так даже сообщить каком-то понимании эту информацию и там все растение ну это понятно шутки не шутки на что выловили вот так вот красота это выглядит все приятно красиво симпатично вот такая вот такой вот чудо природы мы вот как я говорил тут на треть была у меня земля за ну как смотреть бутылки не 3 1 2 бутылки заполнена землю немножко полито потом посадил семечки вот и из просто закинул эту же землю но не поливая полив я сделал через два дня просто там буквально пару капелек чтоб получился как типа инкубаторный эффект ну и вот результат на лицо это что касаемо 2 гость у нас это кстати гость приглашенный серёга это вот твои семена дыни вот принцип такой же также 1 2 потом семена вот ну и все вот в этом духе было по семена это выглядит вот поэтому серые в следующем году отсыплю тебе будешь сажать вот разгуляться тебе будет где это дыня она 30 сантиметров шириной толщина у него там есть короче толстостенная кстати вот с данного сока вырастает от 2 до 5 до 8 с одной семечки в одной дыни 400 500 семян вот ребята поэтому имейте ввиду те кто будет сажать дыню вот она вот такая а ты не очень капризна перед тем как сажать да не надо обязательно сделать раствор залы гумуса все это перемешать залить только потом закинуть семечку опять же на 578 там до 10 сантиметров ну как бы 10 это уже много я думаю 5 сантиметров не хватает и вот такое вот счастье маленькая вырастает но пока она маленькая потом она расползется во все стороны в одну ячейку ломку можно до 4 до 5 закинуть в принципе в вполне хватает но опять же как у кого пойдет зависит от региона это что немаловажно вот как-то так следующий гость у нас кстати тоже не исключение это павлонья он единственная она выжила она простояла на улице вот как бы я посадил ее очень рано как бы даже не то что рано посадил в землю как и на долгое время оставил на улице то есть она прошла как акклиматизацию он на единственной в центре так что рома тебя все будет так как надо вот естественно за ним присматриваю как подрастет я тебе сразу отдаю павлонья это у нас достояние парижа вот очень красивое дерево до 30 метров вырастает вот растет около 100 лет кого-то даже более случаев 115 120 на что-то вот в этом духе на самом деле что примечательно аромат стоит от одного дерева на всю округу вот ну опять же конечно чтобы самое главное что были пчелки сейчас я покажу еще кое-что мини-контейнеры где у меня павлони идет на рассаду вот люди попросили тоже а вот наш вот она сейчас убираем и вот это мы вот ставим на зелененькая он на рядом еще одна рисует на здесь пока не видно руками трогать не хочу короче буквально в сантиметре от зелененькой с левой стороны короче прорастают нормально вот просто всхожесть этих семян как будет сказать короче из в наших регионах она всходит из 100 процентов 30 сходит но у меня пока взошло ну наверно процентов 15 вот посмотрим просто куда часть я уже раздал людям это вот скажем так на сохранение идет как-то так следующим гостем у нас является горчица 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 у нас вот такая вот красивая вот так так это малыши в таком вот пока виде она сохранена вот дальнейшем как бы я опять же на участке собираюсь и выращивать чтобы было замечательно красиво вот ну естественно как бы тот для блюд для лекарств для горчичников для трав для отваров вот и так далее кому надо будет поделюсь вот все вот в этом духе горчица кстати тоже замечательный метонос вот единственное что чтоб пчелки наши которые которые сейчас по всему миру болеют что скажем так нашли эту причину поганую вот и чтоб дальнейшем скажем так земля у нас не погибла вот как-то так запах аромата мне тоже приятный стоит на все на все округу но если в больших масштабах это все делать вот следующим кандидатом мастера спорта это маленький чили перчик и вот вот здесь посажено штук 80 наверно вот не маленькие два три сантиметра вот плоды имеется вот когда он переспевает уже то есть еще висит на веточке у него есть как типа рисуночка разрезики такие но это желтого цвета по соотношению красному вот они выделяются он пока он зеленый ну пока он свежий он толстостенный пока он когда он начинает высыхать стенки становятся тонкими вот и в принципе тоже можно собирать но я сделал как вот эти семена грубо говоря они собранные были просушенные три дня опять же на котле в бумажке вот то есть бумажка питала себе все в воду как бы либо там что-то испарилась путем этой же дырочки которую я сделал чтоб семена дышали посадил и вот как видите результат и он растет так что вот как то так ну в дальнейшем буду рассказывать что буду сажать дальше что буду делать как буду делать подкормку вот ну это все в дальнейших роликах по мере поступления созревания там поступления того иного овоща фрукта или получение той или иной информации ну либо по заявкам знакомые которые просят меня чтобы для них что-нибудь вырасти вот как то так поэтому всем пока всем удачи любите свое дело и будет вам счастье и и и и и и